Всем привет! Вчера на канале произошел беспрецедентный случай. Днем мы опубликовали видео по самым последним сливам информации сериала «Властелин колец от Амазон». Причем, что критически важно, на момент публикации система ютуба его проверила и никаких нарушений не нашла. А вот когда я через пару часов заглянул в творческую студию, увидел следующую картину. Оказалось, что буквально через полчаса после публикации на видео прилетел копирайт клейм, вот вы можете видеть соответствующее письмо, что пришло на почту, а главное, заявку подал некий небезызвестный Амазон, хотя их материалов в видосе по сути не было, а то, что было, уже использовалось не раз и все всегда было гладко. При этом видос полностью не снесли, он остался в доступе, но просмотры тут же рухнули почти что в ноль. То есть кто-то из Амазон за полчаса в ручном режиме как-то нашел данный выпуск и потихо его хлопнул, из чего я делаю только один вывод, инфа нам попалась в самом деле стоящая. Так что на свой страх и риск перезаливаем сегодня видосы и огромная просьба, даже если вы уже успели его посмотреть вчера, поставьте лайк, напишите комментарий, а еще лучше сделайте репост, пускай выпуск увидит побольше народу, пока Амазона 5 не начали финты ушами. Всем приятного просмотра. Ну а начнем мы с вами как водится с главного, чтобы долго вас не томить. Итак, как это ни странно, но до сих пор по сюжету, да что там по сюжету, даже банальным временным рамкам грядущего сериала у нас нет практически никакой информации, или точнее не было, потому что теперь все не так, хотя до последнего времени приходилось довольствоваться лишь скромным синопсисом, гласящим за тысячи лет до событий Властелина Колец и Хоббит, сериал следует за ансамблем персонажей, как знаковых, так и новых, которые противостоят возрождению зла в Средиземье. Затем просочился первый кадр будущего шоу, на котором можно было разглядеть некий фэнтезийный пейзаж и фигуру в светлом, но что самое главное, вдалеке поклонники Толкина увидели то, чего увидеть точно не ожидали, нечто, что окажется деревьями Валенора, сам Валенор или так называемые благословенные земли, это место, куда переселились эльфы после победы над Морготом, так вот, что касается деревьев Валенора или древ Валар, то они в результате были уничтожены, но из их последних плодов Валар создали Солнце и Луну, и происходило все это во время первой эпохи Средиземья, то есть наличие древ на кадрах может говорить о том, что сериал от Амазон, возможно, перенесет зрителя задолго до создания Колец Власти и вообще начала второй эпохи, то есть чисто теоретически появились версии, что нам с вами сознательно впаривали дезинформацию, а на самом деле планировали показать первую эпоху вместо второй. Что же, сегодняшнее обновление, правда, не подтверждает такую теорию, но вместо этого подает новую невероятную информацию. Итак, как сообщает портал Inverse, недавняя утечка утверждает, что сериал Властелин колец на самом деле будет сосредоточен на одном персонаже, хорошо известном как случайным зрителям, так и многолетним поклонникам Толкина. Ну а его структура будет таковой. Первые две серии, снятые Хуаном Антонио Байоной, будут как бы массированным прологом, который покажет большую часть событий второй эпохи, но скорее в виде некой ретроспективы. Мы, кстати, еще сегодня поговорим детальнее, с чего там все начнется и что нам покажут, но по факту, как сообщают именно дебютные эпизоды, введут зрителя в целом в мир эпох Средиземья, покажут многое из второй эпохи, кстати, возможно, во время начала этого экскурса и мелькнет где-то фрагмент первой эпохи с деревьями Валенора, который мы увидели на первом кадре. Все может быть. Но что еще более интересно, это то, что будет происходить в проекте далее. А далее, оказывается, если верить твиттер-аккаунту Fellowship of Fans, который на протяжении полугода вел свое собственное расследование и позже предоставил все его главные составляющие, так вот, не выдаваясь в детали, нам говорят, что оказывается, после пролога в две серии основные события развернутся в самом конце второй эпохи Средиземья, а главным героем сериала станет Исилдур, да-да, тот самый чувак, который в свое время отказался уничтожить кольцо и присвоил его себе. Это все мы видели в прологе от Питера Джексона. То есть, что у нас получается? Если Исилдур действительно является одним из главных героев приквела, это значит, что шоу в основном будет происходить позже, во второй эпохе, гораздо позже, чем предполагали многие фанаты Властелина Колец, и после того, как некоторые важные события уже произошли. То есть, создание колец власти, возвеличивание Нуменора, эльфийские войны и многие другие события, либо вообще пройдут нас с вами стороной, либо ввиду невозможности все это показать на должном уровне, согласитесь, для такого не хватило бы вообще никаких бюджетов, так вот, возможно, часть вышеупомянутых событий будут показаны в ключе все того же пролога Джексона, то есть коротко и тезисно. Но зато у нас остается много чего интригующего. Например, что касается того же Нуменора, изображенного на пресловутой карте, не стоит забывать, что первой заметной вехой в жизни Исилдура был как раз он. Нуменор, который тот покинул с другими верными в эпоху падения этого великого островного государства. То есть, вероятнее всего, нам с вами задумали все-таки показать последние годы и грандиозную катастрофу Нуменора, события, которые сложно переоценить как по его значению, так и по эпичности. Плюс теперь мы можем уже более детально понимать, вокруг чего в принципе сконцентрируется сериал «Властелин колец». И будет это, как мы с вами и предполагали еще более года назад, развязка всей истории с Сауроном во второй эпохе. Война последнего союза, мельком показанная в прологе Джексона, и в конце концов, само начало третьей эпохи. Ну то есть, мы уже давно рассматривали это одним из вариантов. Ведь что же можно в конце концов придумать более эпическое, чем общую войну народов Средиземья против сил зла, и в конце концов, великую победу, которая, правда, не осталась не омраченной. Я о самом Исилдуре и его решении ставит себе кольцо, что дало возможность Саурону выжить, ну и собственно, произойти событием «Властелина колец». Понятно, что как о стопроцентной и прям точно подтвержденной инфе, мы сейчас об этом не можем говорить, но логики именно в таком вот решении более чем достаточно. Более того, оно было одним из самых очевидных, ведь и так понятно, что никакие деньги и никакое количество сезонов и серий не даст возможность в полной мере экранизировать 3 с лишним тысячи лет второй эпохи. Так что чем-то нужно было жертвовать, а на чем-то остановиться более детально. Кстати говоря, по поводу времени и серии, хочу напомнить вам, если кто забыл или не знал, что первый сезон «Властелина колец» стартует на Амазон 2 сентября следующего 2022 года. А что еще довольно интересно, так это вопрос с количеством серий. Ведь мы уже на протяжении довольно долгого времени слышали очень разные версии, от 8 аж вплоть до 20 эпизодов. Что же, если верить изданию ScreenRant, то ситуация будет обстоять следующим образом. Первые две серии, как известно, снимал Хуан Антонио Байона, затем большую часть сезона, а именно его 4 эпизода отснял британец Уэйн Ибб, ну и наконец финальные две серии представит на суд общественности Шарлотта Брандстром, которая в том числе трудится и над Ведьмаком от Netflix. Таким образом, получается, что ни о каких 20 и даже 10 эпизодах речь не идет, а первый сезон «Властелина колец» от Амазон будет состоять из всего-навсего 8 серий, то есть наименьше из всех вариантов. Что же, при таком раскладе сумма на производство одного эпизода взлетает просто до небес, а значит нам стоит ждать чего-то невероятного. Что же касается еще некоторой информации о сюжете первого сезона, то все те же скринрант подают некоторые сведения о том, с чего он должен начаться. И тут вы не разочаруетесь, потому что речь идет ни много ни мало о том, что «Властелин колец» должен стартовать с поражением Моргота. Как сообщают в скринрант, слова из синопсиса проекта «О зле в Средиземье» обязательно ведут нас к фигуре Саурона, которую конкретизируют в шоу от Амазон, то, чего не было в фильмах Джексона, ну а история Саурона, в свою очередь, неразрывно связана с его бывшим наставником Морготом. Моргот – темный лорд, непосредственно предшествующий Саурону, чье поражение означает собой вторую эпоху Средиземья во вселенной Толкина. По мнению скринрант, именно это событие и ознаменует начало проекта от Амазон, как бы передав эстафету главного антагониста от одного темного лорда к другому. Что же, посмотрим, так ли все это произойдет на самом деле, но, как видите, некоторыми, пусть и неподтвержденными, но все-таки подробностями, будущий флагман Амазон уже начинает обрастать, что не может не радовать. Вы сейчас можете написать в комментариях, как вам такой вот выбор сюжета для сериала, а мы пока что еще немного поговорим о его втором сезоне. И тут новая неожиданность, потому что помимо того, что продолжение уже давным-давно, еще задолго до премьеры первого сезона, получило зеленый свет, оказывается, что он будет еще и дороже, чем сезон номер один. И все это при том, что босс Амазон Студио с Дженнифер Салки, как будто извиняясь перед окружающими, рассказывала не так давно, мол, первый сезон такой дорогой, потому что они строят целый мир и дальше будет проще, а тут вот вдруг оказывается, что, не знаю, как проще, но дешевле уж точно не станет. Хотя, кстати, возможно, такая дороговизна связана еще и с тем, что второй сезон Властелина Колец меняет свое место дислокации и вместо далекой-далекой Новой Зеландии перемещается в Великобританию, которая становится такой вот колыбелью для фэнтези-сериалов. Видите Игру Престолов и Ведьмака и, видите, теперь вот Властелин Колец снимают именно там. Короче, вот такие новости, ну и еще последние по очередности, но не по важности. Сообщение о том, что вокруг Властелина Колец от Амазон собирается строить целую вселенную. Примерно так, как сейчас Netflix пытается делать это с Ведьмаком. Ведь еще этим летом стало известно, что New Line Cinema вновь решили вернуться к теме Властелина Колец, так что компания займется разработкой анимационного проекта по данной вселенной, который будет называться «Война Рохи Рима». Уже тогда мы узнали, что над проектом трудится японский аниматор Кензи Камияма, а сам предстоящий фильм должен рассказать историю и в первую очередь грандиозной битвы у Хельмовой Падди, а также того, что было до и после. Причем кастинг актеров о звучании уже был открыт довольно давно, а сам проект, как сообщалось, готовится ускоренными темпами. Надеюсь, конечно, это не повлияет на его качество, ведь, между прочим, по крайней мере на данный момент заявляется, что «Война Рохи Рим» планируется для больших экранов, то есть да, этот фильм создается для кинотеатров, черт возьми, разве это не круто? А что еще более круто, так это то, что в новом анимационном фильме запросто могут появиться такие знакомые и знаковые персонажи, как тот же Гендальф или Арагорн. К сожалению, в сериале от Амазон нет никаких шансов их увидеть. А что еще более интересно, так это сообщение о том, что в Амазон уже собираются готовить ответ Ворнерам и New Line, разрабатывая в том числе и свои анимационные спин-оффы. Правда, не знаю, как там насчет авторских прав, но уверен, если Джеффу Безосу захочется, он найдет на это денежки без труда. То есть в Амазон намерены не ограничиваться только лишь одним флагманским сериалом, а по доброй традиции его хотят обсадить спин-оффами, сиквелами, приквелами и так далее. Что же, для нас с вами, как для зрителей, все это очень даже не дурно. Главное, чтобы планка качества при этом не пострадала. Жду теперь ваши мысли и ваше мнение в комментариях. Также не забудьте поделиться этим видосом и поставить лайк, кому было интересно смотреть. Ну и на канал, конечно, подпишитесь. Спасибо всем за просмотр и всем пока.